Если у вас есть диск, кассета или книга, вы вольны отдать ее кому хотите. На самом деле, в школьные времена у нас была одна кассета с последним фильмом на весь класс. И всего за пару недель все дети смогли посмотреть новый фильм, хотя куплена была всего одна кассета. Поделиться с товарищем. Это была философия отношений, да и добавляла интереса общению, ведь фильм, который видели все, обсуждать гораздо интереснее, чем тот, который видел только ты. Таким образом, достигался общий пласт знаний, облегчающий коммуникацию. Все было хорошо, пока не появились видеоигры на картриджах и музыкой на компакт-дисках. Как правило, на прохождение игры или полного наслаждения музыкой требовалось гораздо больше времени, чем один вечер, за который можно посмотреть кино. А тот, кто отдал вам диск или картридж, также должен был заниматься чем-то интересным, пока вы играете в его игру. Концепция поделись быстро поменялась на давай меняться, и быстро вышла за пределы одного класса. Для увеличения базы потенциальных менщиков, нужно было подружиться с детьми из других классов и дворов. Таким образом, обмен играми и музыкой стал той самой начальной искрой, позволившей зародиться новым отношениям вне привычной группы. Дети, о которых я говорю, давно повзрослели, но обмен никуда не делся. Многие мои коллеги, которые до сих пор интересуются компьютерными играми или у которых уже есть свои дети, до сих пор меняются игровыми дисками между собой и на специализированных форумах. За подобным обменом стоит железобетонная логика и обычный здравый смысл. Никто кроме коллекционеров не будет смотреть и тот же фильм или читать одну и ту же книгу дважды и постоянно слушать одни и те же песни. Большинство произведений искусства одноразового использования. Те же коллекционеры не используют один и тот же предмет их коллекции по многу раз. Они получают наслаждение от самого факта обладания предметом, а не использования произведений по назначению. Да и сама индустрия развлечений делает все, чтобы их продукт носил одноразовый характер. 90% снимаемых фильмов вообще не заслуживает просмотра, что вы с горечью осознаете через 20 минут после начала и досиживаете остальные полтора часа только потому, что заплатили деньги. А большинство видеоигр безидейные клоны друг друга. Только посчитайте количество одинаковых мочилок от третьего лица на тему фэнтези для приставок нового поколения. Многие владельцы бы с удовольствием обменяли такие диски, если бы необходимость порой муторного подбора идеального обмена и физической встречи с другой стороной, что отнимает время и силы. Всех этих сложностей можно избежать с помощью современных способов цифровой дистрибуции, в то же время сохраняя легальность файлового обмена. В чем отличие между подарить книгу, и скопировать кому-то книгу? Правильно. В первом случае у вас книги больше нет, то есть разница между настоящим обменом и пиратством в том, что в случае легального обмена не создается новых копий. Одна и та же копия просто сменяет владельца. Таким образом, чтобы легально обмениваться файлами, у вас не должно оставаться копий файла по окончанию обмена. То есть легальный сервис по обмену файлами должен быть именно сервисом по обмену, а не копированию файлов. Вы отсылаете кому-то свой файл и удаляете его у себя. Тот присылает вам свой файл и удаляет его у себя. Обмен совершен, дополнительных копий не образовалось. Чтобы избежать обвинений в получении прибыли, обмен должен совершаться по курсу один к одному, вне зависимости от реальной рыночной стоимости обменивых произведений. Современные технологии облачных хранилищ позволяют сделать процесс обмена автоматическим и абсолютно незаметным для пользователя. Представьте, что у вас есть коллекция легально приобретенных mp3-файлов. Очевидно, что в единицу времени вы можете слушать только одну песню, и вряд ли вы слушаете музыку 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Допустим, у вас в коллекции 1000 песен, и вы слушаете одну из них. Если кто-то видит в оставшихся 999 композициях ту, которую он хотел бы послушать, он просто обменивает ее на любую из своих композиций, слушает, а потом обменивает обратно. Ну или не обменивает, если обе стороны довольны результатами обмена. Это особенно актуально для групп вроде Metallica, которые с каждым разом выпускают все более и более дерьмовые альбомы на протяжении вот уже 25 лет, и вы слушаете только одну песню со всего альбома. Получается, что остальные треки вы могли бы обменять на песни, которые вам действительно нравятся. Все это похоже на жизнь в большом-большом общежитии, где все жильцы решили объединить их коллекции дисков и сделать одну огромную полку. Современное развитие техники позволяет подключить все портативные, автомобильные и стационарные плееры к такой вот глобальной библиотеке, где обмен музыкой и фильмами происходит мгновенно. Ничего фантастического в этом нет. Подобную технологию вот уже много лет используют электронные биржи. Трейдеры меняют одни бумаги на другие и обратно несколько раз в день, а система высокоскоростного трейдинга позволяет производить несколько обменных операций в доли секунды. Конечно же, в какой-то момент одна песня будет более популярной чем другая. В этом случае кто-то, кому не хочется ждать удобного случая для обмена, просто докупит новых легальных копий песни и добавит ее в общую коллекцию. Вы ведь наверняка помните времена, когда покупали один и тот же альбом на кассете и на диске, чтобы можно было слушать и в плеере, и в машине, и дома. Подход тот же самый. Некоторые тут могут вспомнить общаги, коммуналки, и общее совковое прошлое, и будут неправы. Если дать кому-то почитать книжку это коммунизм, то и взять книжку в бесплатной библиотеке это тоже коммунизм. Если обмен это коммунизм, то фондовая биржа, самый что ни на есть оплот капитализма, это тоже коммунизм. Разумеется, активнее всего идею коммунизма поддерживают звукозаписывающие компании, киностудии, издательства и другие производители контента. Во многом потому, что они настолько ослеплены безумной идеей доход-доход и еще раз доход, что мы имеем то что имеем. Неинтересные игры, бессмысленные фильмы, глупые книжки и коммерческую музыку. 95% произведений недостойны приобретения. А знаете что самое интересное? Когда вы платите за музыку, фильмы и книги в iTunes, Amazon и других виртуальных магазинах, вы не приобретаете ее. Да-да, деньги вы платите, но ничего не покупаете. Согласно ТОС, ЕОА и другим соглашениям которые вас заставляют принять, вы не можете передать скачанный контент третьему лицу. Это значит, что музыку вам просто дают послушать за деньги, по сути это не покупка, а аренда, и лицензия на одно лицо вас. Не совсем понятно, что же будет совсем вроде бы легально приобретенным контентом после вашей смерти. Так что если вы собираетесь передать все эти терабайты полива своим внукам, то лучше упомянуть в завещании физические носители. Как раз по этой причине для игры по сети всегда требуется ввести некий код. Помимо продаж большего количества дисков, ведь каждому игроку нужен свой диск, производители игр заманивают игроков в свои сети в буквальном смысле. Под разными предлогами заставляя подключиться к игровой сети, для многопользовательской игры скачивание обновлений и других извлекалочек. Дело в том, что физический диск с игрой является обычным товаром, и на него распространяются обычные законы о торговле. В то время как предоставление доступа к сети это уже услуга, и тут уже можно навязывать любые соглашения и условия. Причем в виде ультиматума. Либо принимаешь условия, либо не играешь по сети. Третьего не дано. Именно на этом поприще производитель игровых приставок PlayStation компания Sony и заработал свою дурную славу. Цифровая дистрибуция, то есть распространение материала без физических носителей, нуждается в новом законодательстве. Если по умолчанию издательства, фирмы грамзаписи и киностудии считают потребители своей продукции пиратами, заявляя что изготовление копий эквивалентно воровству физического носителя, то тогда нужно в прямом смысле законодательно приравнять цифровые копии к физическим товарам, и распространить на них все присущие товарам права и свободы. Как только это будет сделано, легальный файловый обмен станет реальностью. Но учитывая уровень коррупции, которую по какой-то причине теперь называют лоббированием, будто использование политически корректного названия устраняет преступность самого действия, то вопрос наверное надо ставить не как только, а если только.